Индекс Мосбиржи неожиданно отскочил, хотя падал всю прошлую торговую сессию, даже там сессию последние два месяца. В итоге бенчмарк закрылся накануне в плюсе на проценты, приблизился вновь к 3000 пунктам. Теперь, похоже, это сопротивление. Эксперты расходятся во мнениях, почему произошел такой разворот. Кто-то считает, что дело в геополитике, кто-то говорит про откуп на локальных минимумах, закрытие коротких позиций, ожидание дивидендных выплат. Следующая важная тема. Этим утром западные санкции не повлияют на планы по реализации российского СПГ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ограничительные меры в первую очередь негативно сказываются на европейских потребителях. И официальные курсы валюты на сегодня. Доллар стоит 88,28 рубля, евро 96,26 рубля, юань на спотовых торгах закрепился чуть выше отметки в 12 рублей. Нацвалюта начала умеренно дешеветь. Всех приветствую. Это «Рынки утром». Меня зовут Константин Бочкарев. Вместе с Богданом Приходом будем обсуждать ключевые события сегодняшнего дня для инвестора. Будем делать это вместе с вами. Пишите комментарии, присылайте вопросы. Мы рады вас слышать и читать. Богдан, доброе утро. Итак, какие темы сегодня на первых полосах? Жесткая денежно-кредитная политика. Кость все-таки затянется. Об этом говорят документы, которые накануне опубликовал Банк России. Там сразу несколько аналитических материалов. И это будет продолжаться дольше, чем, опять же, ожидали в апреле. Несмотря на то, что инфляция немного замедлилась, если посмотреть, опять же, показатели с поправкой на сезонность, в годовом выражении месячный прирост цен в мае составил 10,7%, в июне для сравнения 9,3%. Но это все равно значительно выше значение, опять же, если мы посмотрим января и апреля. Основной проинфляционный фактор – это спрос, который расширяется быстрее, предложение настаивает в ЦБ. Ну, собственно, почему это необходимо? Поддерживать жесткую ДКП для прекращения разгона зарплат на рынке труда, как, опять же, считать в ЦБ. Плюс для поддержания перестройки экономики нужно больше финансирования и, соответственно, сбережений. И вот все это должно быть в балансе. Кость, ну что, это еще одни аргументы и цифры в пользу еще большего повышения ключевой ставки. Вчера же уже говорили о 20%, то есть, видимо, еще не предел, да? Ну, смотри, 20% – это то, что пошло в ротацию, обсуждение. Но здесь для рынка важно, что даже если доставку до 20% не повысит, цены на акции, на облигации, они в какой-то момент заложат или учтут вот эти ожидания или риски, что может быть и 20%. Но я посмотрел на это еще по другим ключам. Во-первых, сегодня будет аукцион Минфина. Вообще мы с тобой видим уникальную ситуацию, то, что 9 дней подряд индекс рублевого гособлигации RGBI, он снижается. Вот здесь уже немножко включается психология. Вчера, кстати, один из экспертов БКС Миринвестиций как раз так и сказал, что непонятно, когда становится данное падение RGBI. Я что хотел отметить? То, что зачастую мы видели моменты, это было в феврале-марте 2011 года, когда случилась авария на Вкусиме. Это было в январе 2016 года, когда было падение цен на нефть. Перед созданием ОПЕК+, нефть стоила дешевле, чем вода в ресторане. Это было в пандемию. Что происходит? Две недели подряд, если цены на активы снижаются, плюс негативный новостной фонд, то дальше, спустя две недели падения, инвесторы зачастую начинают сами себя накручивать. Их, что называется, рвет на экран, на торговый терминал. И случается зачастую капитуляция, волатильность, сильные движения. То есть уже эмоциональный фактор он перевешивает. Это первый момент. И вот вопрос, будет ли, может быть, заявление, опять же, финансовых властей, чтобы как-то успокоить инвесторов в какой-то момент. Может быть, 26 июля, когда будет встание Банка России. Второй важный момент. Сегодня аукционы Минфина. Это выпуск 26.246 с погашением в 36-м году. По-моему, с купоном 12. И флоутер 29.025 с погашением в 37-м году. Вот при такой конъюнктуре нестабильной, как пройдут эти аукционы? Не будут ли их отменять? Вот это все важно. И, собственно, пока на рынке облигации ситуация не стабилизируется, на том же рынке акций, любой рост будет на отскок больше напоминать. Про нефть и про бензин тоже сейчас поговорим. Минэнерго предложила продлить запрет экспорта бензина на осень, а вот для непроизводителей этого топлива до конца года, получается. Цитата, опять же, в целях недопущения вымывания демпфированных объемов с внутреннего рынка, нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации. Это выдержки из письма первого замминистра энергетики Павла Сорокина. Он как раз и обратился к вице-премьеру Александру Новуку. Ну что, продление запрета на экспорт позволит не допустить, опять же, цитата, ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях плановых ремонтов на НПЗ. Ну, плюс сохраняется, конечно же, сезонный спрос в осенний период. Сейчас, напомню, эмбарго действует до 31 августа. В июле поставки за рубеж временно разрешены. Кость, как это может отразиться на акциях наших нефтяников? Как ты считаешь, что с ними сейчас происходит? Ты знаешь, этот вопрос я предлагаю адресовать старшему аналитику инвестиционного банка Синары. С нами Кирилл Бахтин. Кирилл, мы вас приветствуем. Да, доброе утро, Константин. Доброе утро, Богдан. Доброе. Ну, вот традиционный вопрос. Часто мы видим публикации в СМИ по поводу поломок или, наоборот, починки тельных НПЗ. Мы видим тельные публикации про эмбарго, про внутренние цены на бензин. Как инвестор все это должен трактовать? Насколько эта новость интересна только отраслевому аналитику? Или это действительно влияет на рынок, там, не знаю, на Лукоил, на другие компании, у которых высокая доля нефтепереработки? Ну, разумеется, новости об авариях на НПЗ, о снижении нефтепереработки, как и о изменении динамики цен на внутренние нефтепродукты, влияют на настроение инвесторов, сказываются на котировках акций. Но, в целом, что мы ждали по текущему 2024 году? Мы в инвесторбанке Синара не ждали каких-то значительных темпов прироста цен, именно внутренних на нефтепродукты. Мы вот в своих прогнозах предполагали, что будет относительно 2023 года рост на 4-5%. У нас котировки сырой нефти ведут себя в рублях гораздо лучше, там рост, пока мы выходим, на рост примерно 15% в год-году. То есть, о чем речь? Что те компании, которые больше поставляют сырой нефти на экспорт, они, по моему мнению, находятся в более выигрышном положении, чем те компании, для которых основным рынком сбыта является именно продажа нефтепродуктов в России. Так, хорошо, давайте эти компании назовем, может быть, не знаю, не знаю, не рекомендации, лонг-шорт идея. Интересно, что тех, кто ориентированы на внутренний рынок, мы продаем, а тех, кто, собственно, на экспорт, покупаем. Ну, у нас так сложилось, это, в принципе, отражает и ту мысль, которую я вам сказал минуты ранее, что мы в позитивном ключе с рекомендацией покупать смотрим на акции Роснефти и Лукойла. У них не такая, относительно других компаний в секторе, значительная доля продаж нефтепродуктов в России. А не имеем мы рекомендаций покупать на акции Татнефти, Башнефти, Газпромнефти. Вот у этих трех компаний, у них более высокая доля поставок нефтепродуктов, как раз на внутренний рынок. Так, интересно, Кирилл. Ну, вот с этим сегментом нефтегазовый сектор разобрались. Хотела спросить про Новотек, потому что Новотек на этой неделе отчетность за второй квартал публиковала объемы, собственно, добычи, продаж. И вот накануне, вообще, если посмотреть на акции Новотек, в начале года они стоили 1460 рублей, сейчас примерно 1000. Вчера уровень 1000 пытались пробить. И вчера, кстати, аналитики Промсвязьбанк написали о том, что они не исключают падение акций Новотек в район отметки 800-900 рублей за бумагу. И отмечают, что в последней отчетности как раз говорилось о том, что объемы, отражаемые как остатки продукции и товары в пути, начиная с марта, увеличились в 4 раза. В связи с усилением санкционного давления, сложная ситуация с продажами и вопрос со сроками ввода новых мощностей делают перспективы наращивания бизнеса Новотек, в будущем довольно туманными. А это ключевой фактор инвестиционной привлекательности компании. Кто-то пишет про, по-моему, Рейтер о том, что в случае с Арктик-СПГ-2 здесь мы видим как раз сокращение добычи газа в мае на 3 четверти. Вот вы, несмотря на это, сохраняете оптимистичный прогноз по Новотек. Почему? И рекомендацию вас покупать? Да, рекомендацию покупать и прогноз такой оптимистический. Дело в том, что я в своем базовом сценарии предполагаю, что две линии Арктик-СПГ-2 будут запущены. Я считаю, что ключевое, основное оборудование было поставлено на эти проекты. И компания, ну, мы уже видим, что первая линия строительно готова. Вопрос в решении логистических проблем и решение вопроса с покупателями. Но я считаю, что для первой и для второй линии такие решения достаточно быстро, ну, там, в перспективе, может быть, максимум года, они найдутся. И компания начнет, наконец, продавать газ, продавать СПГ с проекта Арктик-СПГ-2. И это как раз будет очень значительным драйвером роста для консировок Новотека. А как мы поймем, что это произошло? Вот должна быть раскрыта отчетность, где улучшатся данные по продажам? Ждем технических новостей по газовому, теневому флоту? Как нам это понять? Потому что пока это ожидания и надежды. А отчетность нам говорит о другом. Действительно, вы упомянули, что на этой неделе были опубликованы операционные данные по добыче и продажам газа, как и жидких углеводородов. Но откуда мы можем узнать о том, что проект наконец заработал? По сути, два источника – это либо высказывание в СМИ российских чиновников, или публикация в СМИ каких-то Bloomberg, Reuters о том, что наконец проект заработал. То есть мы долгое время, несколько месяцев уже не видим каких-то официальных комментариев со стороны именно компании. За компанию там публикуют другие, комментируют другие. Ну и также, что касается отчетности, мы сможем увидеть, я считаю, когда проект заработает и когда проект будет привносить свой вклад в прибыль от СП. То есть есть в отчете о прибылях-убытках строка, которая может свидетельствовать о том, что проект заработал и что часть прибыли Новотек, как основной акционер, начал с проекта получать. Хорошо, тогда мы ждем подтверждений. И когда все это будет, может быть, тогда и целесообразно будет покупать. У меня другой вопрос возникает. Вот с точки зрения ротации новостей, мы видим, что новостной фонд по Совкомфлоту, что на прошлой неделе, что на это вообще последние месяцы он набирает обороты. На прошлой неделе была публикация в New York Times, что администрация Байдена откладывает введение тех или иных санкций, опасаясь росту цен на нефть. На этой неделе уже публикация Bloomberg о том, что якобы Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран, чтобы ускорить действия, направленные против теневого флота России, нефтяного прежде всего. Я смотрю на акции Совкомфлота, но он пока молодцом держится. С начала года минус 15%, бумага была 145 рублей, сейчас 122. Покрываете ли вы Совкомфлот и с точки зрения санкций и ограничений, насколько здесь может быть схожий кейс, что Novotec, что Совкомфлот? Совкомфлот, да, покрываем, но я тут пока бы не давал каких-то публичных комментариев на этот счет. Что касается теневого флота, тоже на самом деле мало у нас публичной информации на этот счет. Мы за последние 2,5 года видели разные этапы, когда дисконт сильно растет на цену Юрлс относительно североморской нефти. Были этапы, когда постепенно, плавно дисконт снижался. И, кстати, в текущее время дисконт и снижается. Поэтому ситуация очень такая волатильная и зависит от новостей, которые западные страны, большая семерка, то, с какой политикой они выходят в отношения российской нефти. Это очень сильно сказывается на дисконтах, и мы это очень оперативно видим. Но пока, пока обращу внимание, что ситуация на текущий момент, надо говорить, что дисконт примерно сейчас 10-11 долларов, я имею в виду тот Юрлс, который для целей налогообложения используется, он сократился. В начале года у нас было почти 16 долларов. То есть ситуация пока с начала года позитивна для нефтяника. Потом позитивно, но нефтегазовый сектор не хочет опережать индекс Мосбиржи. На этой неделе, кстати, 18 июля, четверг, последний день для покупки акций Совкомфлота по дивидендам. Среда, соответственно, сегодня последний день покупки сургута нефтегаза и транснефти по дивидендам. У каждой бумаги есть стальная санкционная история, у кого-то НПЗ, есть стильные ограничения. А есть вообще защитная история в российском нефтегазовом секторе? Может быть, та же самая транснефть? Транснефть, да, в чем-то она защитная, в чем-то нет. Защитна в плане того, что их и беда, она не зависит от цен на нефть. Здесь главный фактор, насколько правительство индексирует стоимость транспортировки. И, кстати, новости про индексацию мы ждем в сентябре, наверное, во второй половине месяца. Транснефть еще будет, мы полагаем, что в конце августа публикация отчетности за второе полугодие. С точки зрения цен на нефть, в рублях, в долларах, компания от этого не зависит. Но она зависит от объемов транспортировки. И мы следим за объемом транспортировки. И пока видим, что Россия не вышла на свою квоту. То есть России еще предстоит в третьем квартале снизить объемы транспортировки. Это скажется в несколько негативную сторону, наверное, уже во втором полугодии для транснефти. Но, тем не менее, если брать 2024 год, сравнить его с 2023 годом, те заданные параметры ОПЕК+, которые есть, они не говорят о том, что может объем добычи жидких упасть больше, чем на 4% год-года. То есть 4% это достаточно умеренное снижение, и его с лихвой перекрывает рост тарифов на транспортировку. Спасибо, Кирилл. И я смотрю, уже вопросы поступают вам в наш чат-бот. Да, от наших зрителей. Кстати, считывайте QR-код, приходите по ссылке, обязательно задавайте вопросы. Есть еще несколько минут этого эфира, и еще будет нас вторая часть нашего эфира. Также самое интересное зададим нашим экспертам. Кирилл, Илья интересуется, какие бумаги считаете самыми недооцененными и перспективными сейчас? Нашими фаворитами в нефтегазовом секторе на данный момент среди нефтяников являются Роснефть и Лукойл. Нам также фундаментально нравится Транснефть. Считаем, что большой фундаментальный потенциал роста у обыкновенных акций сургута нефтегаза. Кстати, в отличие от прифов, на которые мы смотрим негативно, мы там не ждем высоких дивидендов за 2024 год в ближайшей обозримой перспективе. Ну и фундаментально нам нравятся также акции газовых компаний, несмотря на негатив, который накопился вокруг этих компаний в последние месяцы. То есть и на Газпром, и на Ватэк мы смотрим позитивно с рекомендациями покупать. Ох, Кирилл, ну такое ощущение, что немножко мы в убыточных позициях с вами сидим. То есть они нравятся, но они дешевеют. И вот не так все просто в этом году в этом секторе. И сентимент в этом индексе Мосбиржи уперся уже снизу в 3000 пунктов. Есть наши вопросы, Богдан? Вот про Газпром Марат интересуется, надо ли тоже бежать и его быстро покупать. Я так подозреваю, что Кирилл ответил на этот вопрос. Марат не покупал просто в 2007 или в 2017. Еще один вопрос, давайте коротко резюмируем. Иван спрашивает, хотя часть уже об этом говорили, перспективны ли акции нефтяного сектора на период 2-3 месяца? Вот спрашивают на такой срок. Кирилл не играет в азартной игре. Ну, нет, на самом деле вопрос правильный. Многих инвесторов совершенно разный горизонт. У кого-то год, у кого-то 2-3 месяца, у кого-то может короче. Но я считаю, что с точки зрения рублевых цен на нефть, в принципе, это существенное подспорье котировкам всех нефтяных бумаг, да и газовых в частности. Летний сезон – это хороший сезон, это традиционно высокий сезон. Поэтому я считаю, что на 2-3 месяца, с учетом текущей коррекции, а коррекция в первую очередь связывается все-таки с ростом вот этой, как введением возможной жесткой ДКП, поэтому на 2-3 месяца я считаю, что сейчас достаточно хорошее, может быть, время хода. Но присутствуют действительно риски. Интересно. Но в целом я считаю, что 2-3 месяца хороший горизонт, чтобы рассмотреть на текущий уровень покупки вот в те бумаги, которые я сказал. Хорошо. Плюс мы еще ждем, когда будут зачисляться дивиденды. Может быть, действительно, вот эти свежие деньги, отдельные бумаги нефтегазовой сектора и поддержат, помимо сезонного фактора, хотя важно и заседание Банка России. Это был Кирилл Бахтин, старший аналитик инвестиционного банка Синара. Хотел спросить еще, как будет себя нефть при Трампе чувствовать. Но у нас еще есть время до начала. Нефть мы обсудим, я думаю, во втором выпуске. Костя, пока интересная тоже новость. Сегодняшнее утро. Валютная пара рубль-тенге приблизилась к историческим максимумам. Объем торгов на косе в июне, как посчитал Франкмедиа, это казахстанская биржа, составил почти 366,5 миллиардов тенге. В мае для сравнения было на 126% меньше. Рекорд был в декабре 2023-го. Тогда инвесторы наторговали этой парой на 507 миллиардов тенге. Конечно, остановка торгов недружественными валютами на Мосбирже помогли. Но, к слову, на нашей площадке ситуация противоположная. После осени 2023-го года наблюдается тенденция к снижению объема торгов этими валютами. Где-то два раза, если сравнивать с июнем. Эксперты говорят, что сейчас Казахстан центр конверсионных сделок. Рубль-тенге сместился в периметр республики. Ну, потому что, действительно, страна один из основных хабов компании, опять же, для введения внешнеэкономических деятельностей. Если говорить про другие, опять же, дружеские рынки, давай посмотрим, что уже открыто. Фондовые индексы Шанхая сейчас теряют полпроцента. Хотя еще вчера показатели росли. В особенности технологический сектор. Здесь инвесторы ожидали уже каких-то, видимо, подробностей реформ, которых должны объявить на пленуме. Мы следим уже третий день за заседанием коммунистического руководства КНР. И ожидается, что подробности о госмерах в отношении экономики и рынков, скорее всего, станут известны в четверг. Ну, вот, наконец-то у нас появился хоть какой-то конкретный срок. Акции в Гонконге также просели сегодня. Здесь индекс тянут вниз технологические компании. Если посмотреть индонезийский LQ45, он, наоборот, сегодня растет. Что интересно, Центробанк этой страны, скорее всего, оставит базовую процентную ставку без изменений. Так пишет Блумберг. Но цель сохранить поддержку рупии в условиях фискальной неопределенности внутри страны. Учитывая, что, опять же, геополитическая ситуация, конечно же, за рубежом, она напряженно сохраняется. В Индии сегодня нет торгов. И позитивный момент. Цены на золото обнали рекордные максимумы. Доу Джонс, по-моему, вчера плюс 2%. В общем, ожидание снижения ставки ФРС поддерживают и развивающиеся, и развитые рынки. Через час продолжим. Поговорим про открытие торгов на российском рынке акций. Это «Рынки утра». С вами Богдан Прихода, я Константин Бочкарев. И уже в штрафную вбегает Илья Попов.